Раз, два, три, подножки, подножки, забыл. Предельная концентрация, физическая подготовка и безграничная сила воли. Мастерство рукопашного боя рубцовских детей обучают два тренера. Бойцы спецназа «Легион» – 26-летний Евгений Аверин и 30-летний Вячеслав Нестеров. Причем обучают детей безвозмездно. После работы еду сразу в зал и до вечера, до позднего вечера провожу в зале время. В одни дни сам тренируюсь, в другие дни тренирую детей. И получается, что все недели у меня каждый вечер в зале. Не хочется просто погулять? Иногда хочется. Ученики, в свою очередь, благодарны, впитывают знания как губка и становятся чемпионами уже в 17 лет. Как, например, Руслан Зыков. Он молодой тренер все-таки. И сам, бывает, выступает на соревнованиях. То есть, есть такой коннект, знаете, между двумя молодыми бойцами. И вот, я понял, что это тот человек, который поможет мне достичь успеха в спорте. Покорять спортивный Алим помогает и Вячеслав Нестеров, мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Он тренирует малышей от пяти до семи лет. А можно сказать, что вы здесь отдыхаете, а не работаете? Ну, не то, что отдыхаем, а как бы отвлекаюсь, так скажем. От повседневной работы отвлекаешься. Ну, приятное с полезным совмещаешь. А Слава, он мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Тебе хочется так же? Да. Почему? Лезть. Ну, когда нападать, чтобы не бояться. Кстати, мастера рукопашного боя тренируются и сами. Совершенствуют навыки на ринге. Ну и, конечно же, куда без меткой стрельбы. Огневая подготовка у бойцов в обязательном порядке. Почти каждую неделю. Ну, а после работы в семь вечера три раза в неделю приезжают в зал к своим любимым ученикам. Готовить их к спортивным вершинам. Впереди, к слову, первенство России по армейскому рукопашному бою, где выступят ученики сильнейших мастеров. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.